Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралепоминон или книги летописей Хроник. И сегодня мы будем читать 14 главу, в которой рассказывается о Асе, царе Иудейском, и как Аса, царь Иудейский, одержал победу над Зараем. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И почел Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидово, и воцарился Аса, сын его, вместо него». Надо сказать, что во многих случаях вот эти цари-потомки Давида, они одерживали победы заслугами Давида. И в Писании неоднократно об этом говорится, потому что Господь любил Давида, и Господь обещал ему, что на престоле его не оскудеют его потомки. «И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего». Ну, прекрасная характеристика этому правителю. «И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева». Ну, скорее всего, имеется в виду те боги, те рощи, те дерева, которые были посвящены идолам с времен царя Соломона, когда его жены развратили его сердце. «И повелел иудеям взыскать Господа Бога, отцов своих, и исполнять закон его и заповеди». Что значит «повелел взыскать Господа», то есть углубиться в изучение Писания, в исследование Писания, и взывать к Богу в молитве, исполнять закон его, то есть закон Божий и заповеди. А в чем разница закон и заповеди? Закон, то есть в целом и заповеди, и каждую заповедь в отдельности. «И отменил он во всех городах Иудинах высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство». Вот именно потому, что он как бы борется с одолопоклонством. «И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему». «И сказал он Иудеям, построим города сии, и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами». Ну, собственно говоря, город, как я часто объясняю, в то время это прежде всего крепость. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего, мы взыскали Его. То есть пока мы взываем к Богу, пока мы ищем правильное исполнение Его воли, земля наша сохраняется под нашими ногами. Но по мере того, как мы предаем Бога забвению, мы теряем собственную землю под нашими ногами. И он дал нам покой со всех сторон, читаем далее, и стали строить и имели успех. На самом деле, многие строители стали строить, но не имели успех. Например, когда мы читаем про Каина, сказано «И построил Каин город». Но это неправильный перевод, правильный перевод, и начал Каин строить город. То есть это был такой долгострой, который не завершился. Потому что когда что-то делают нечестивое, это там стройки, перестройки, надстройки и так далее, и так далее. Это как бы бесконечная история, у которой нет конца. Как бы вскую трудятся строители, если Господь их не благословил. А здесь все понятно, и стали строить, и имели успех. Потому что они боролись с идолопоклонством. И было у асы военной силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Июдина 300 тысяч. И из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. Но это много. Ведь мы читали ранее, что у израильтян, противников Иудеи, было 500 тысяч. Это настоящая армия. А здесь даже больше. С 9 стиха по 15 рассказывается о победе асы над Зараем. «И пошел на них Зарай Ифиоплянин с войском в тысячу тысяч и тремястами колесниц и дошел до Марэши». То есть миллионная армия. «И выступил аса против него, и построились к сражению в долине Цефата у Марэши». То есть выстроились в определенном порядке для ведения боя. «И возвал аса Господу Богу своему и сказал, «Господи, не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Божий наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества всего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Вот этот стих очень интересен. Здесь сказано, что победа зависит от Господа. И неважно, там, большая армия или малочисленная армия, в любом случае, если она одержит победу, то только благодаря Божьему особому благословению. Древнехристианский экзегет Афрат писал, «Аса молится, и его молитва показала великую силу, когда Зарай и Феоплянин вышел против него с войском в тысячу тысяч. Аса стал молиться, говоря, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Господь услышал его молитву и послал ангела, чтобы обратить врага в бегство. Так огромная армия была поражена силой молитвы Асы». Действительно, молитва обладает силой, особенно усердная молитва деятельного человека, который реально противостоял язычеству. «И поразил Господь и Феоплян пред лицом Асы, и пред лицом Иуды побежали и Феопляне, и преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали и Феопляне так, что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воистом Его, и набрали добычи великое множество». «Действительно, не в силе Бог, но в правде, и Бог на стороне Асы и его армии, потому что Аса правильно управлял своим народом, освобождая людей своих от суверий и идолопоклонства. «И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушечьи шалаши разорили, и угнали множество стад, мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим». Ну, здесь немножко непонятно, то есть разрушили все города, даже пастушечьи шалаши разорили, потому что напал на них ужас от Господа. То есть иудейской армии никто не мог сопротивляться, поэтому они одержали великие победы, и потом победителями вернулись в Иерусалим со многими трофеями, богатствами.